Какой бы качественной ни была форма, важно, чтобы ее фасон пришелся по вкусу школьнику. Мы решили вам показать, как ученику одеться стильно, не нарушая общепринятого дресс-кода. Участники нашего эксперимента – Катя и Петя. Какой будет результат шоппинга ребят и как оценит их выбор стилист, смотрите далее. Вот уже почти три месяца ученики отдыхают от физики и математики, а вот Катя и Петя в каникулы все же нашли время для решения нелегкой задачки. Одеться стильно и модно, но в рамках школьного дресс-кода. При виде яркой одежды недовольство учителей обычно растет в арифметической прогрессии. У нас это все очень сильно прослеживается, следят и учителя, и директор, и завучи все. И у нас проходит практически ежедневная проверка формы. И те, кто одевается не по форме, их, так скажем, штрафуют и отводят к директору. Сейчас Катя и Петя отправятся на шоппинг, но, кажется, проще доказать теорему фирма, чем выбрать подходящий наряд для школьника. Это очень красивое платье, но, к сожалению, нам в таком нельзя, потому что оно полностью черное. Классные брюки, я бы такие одел, но в школу нельзя. В свитерах нам тоже ходить запрещено, и я даже не знаю, почему. Классный свитер, мне нравится, но такой вызывающий цвет у нас под расходу не подходит. Мы должны только белый верх, черный низ. Представляете, нам даже полоску нельзя, и не важно, какого полоски цвета, любые, нельзя. Смотрите, Катя и Петя все уже подобрали себе одежду. А этот комплект, я думаю, подойдет. Ну, школа есть школа, поэтому нужно что-то выбрать, что-то подходящее, например, эти брюки, они черные, и вот эту белую сорочку. Учителя такие наряды оценят, но вот стилист поставила школьникам неут. Ну, конечно, образы простые. Можно быть модным, просто нужно знать правила, да, которые нельзя нарушать. То есть, если строго только черная-белая форма, соответственно, мы можем играть за счет кроя. Какой-то более сложный, есть детали, да, они не яркие, не очень сильно привлекают внимание. Ну, например, там на юбке есть валан, да, если это позволительно, черного цвета, почему бы нет, не носить. Или на блузке есть бант, ну, это когда мы говорим о девочках. А для мальчиков, а почему бы не выбрать яркие носки в данном случае? Дарья Киселева решила провести работу над ошибками и преподать урок по стилю. В ученическом дресс-коде правил много, но есть и исключения. Например, к Петиному костюму можно добавить света, хотя бы серого. На языке стилиста это называется Total Grey. А вот Кате подобрали образ строгий, но романтичный. Я чувствую, что я отличаюсь от других. Мне очень понравился мой небесно-голубой жилет. Школьный дресс-код, но он совсем скучный. Это белый верх, черный низ, какой-то урок физкультуры. Поэтому приходится создавать что-то более-менее подходящее по правилам, но при этом не очень скучно, иначе можно загнуться. Отказывается, даже при строгом дресс-коде школьники могут выглядеть стильно. Это Катя и Петя усвоили на отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова